Отлично. Уважаемые коллеги, всем доброе утро. Я рад приветствовать вас на нашей сегодняшней открытой дискуссии, посвященной модели привлечения частных инвесторов в портовый сектор России. В рамках сегодняшней дискуссии мы планируем обсудить, как будет развиваться сектор с точки зрения текущих и ожидаемых макроэкономических реалий и в рамках плана развития комплексной инфраструктуры. А также поговорим про практические аспекты структурирования проектов и привлечения частных инвесторов в портовый сектор. Тематика, с одной стороны, не нова для сектора, но, с другой стороны, не теряет свою актуальность с учетом постоянно появляющихся новых планов и вводных для развития сектора. Отдельно приятно отметить, что текущий состав участников у нас открывает первую подобную дискуссию в рамках стратегического форума, посвященной именно портовой инфраструктуре и инвестициям в портовую инфраструктуру. Сегодняшнюю дискуссию мы построим следующим образом. Мы ее разделим на три части. В ходе нашей первой части дискуссии мы поговорим о ключевом векторе развития портовой инфраструктуры на горизонте следующих пяти лет. Собственно, здесь поймем, какие ключевые проекты формируют потребность в привлечении частных инвесторов в принципе и что определяет развитие инфраструктуры в части коммерческих, стратегических и инфраструктурных планов развития. Вторая часть беседы у нас будет посвящена непосредственно механизмам и инструментам, которые нам могут позволять привлекать частный капитал в проекты. Здесь мы поговорим как о механизмах ГЧП-консессии, так и обсудим другие инструменты в виде инфраструктурной ипотеки, специальных зон. А также поговорим про юридические аспекты к структурированию и те инновации, которые в целом помогут нам сделать портовый сектор более привлекательным для привлечения частного капитала. В третьей части нашей дискуссии мы поговорим о практических примерах реализации проектов и их структурирования на примере Порта-Ахангельска и на примере Криминала-Лавна в Мурманске. И, пользуясь возможностью представительного состава спикеров сегодняшней дискуссии, в завершающей нашей части мы оставим время для того, чтобы можно было задать вопросы из аудитории. Предлагаю начать тогда нашу дискуссию с первого блока вопросов, которые посвящены ключевому вектору развития портовой инфраструктуры на горизонте следующих пяти лет. В целом мы видим общий тренд того, что грузоборот портов в России неуклонно растет. За последние 10 лет он вырос на 75% и достиг 787 миллионов тонн в 2017 году. В 2018 мы видим, что тренд продолжается. За первые 8 месяцев года грузоборот превысил 535 миллионов тонн, что выше аналогичного периода предыдущего года. Второй важный фактор – это развитие портовых мощностей в принципе в секторе. Мы видим, что за последние 10 лет ввод новых мощностей даже несколько опережал темпы роста грузоборота, что с одной стороны вполне обоснованно, потому что создание инфраструктуры идет, конечно, с расчетом на перспективу развития грузовой базы. И третий, наверное, важный фактор, с чем мы приходим к текущему состоянию рынка – это разработанный и предложенный этим летом проект плана комплексного развития инфраструктуры портовой, который фактически определяет до 2024 года основные приоритетные проекты, которые будут формировать ту потребность в инвестициях, которые будут необходимы сектору. И здесь я бы хотел дать слово Андрею Николаевичу Болдыреву и поговорить в целом о стратегических задачах, которые стоят перед сектором и, собственно, тех проектов, которые будут формировать основную потребность при лечении инвестиций на горизонте следующих пяти лет. Спасибо, Павел. Действительно, в последние годы мы наблюдаем постоянный рост грузооборота морских портов. На сегодняшний день у нас в России их насчитывается 67. Непосредственно морских терминалов порядка 880 единиц. Мощность морских портов по состоянию на начало 2018 года составляла более 1 миллиарда тонн. Ну и перевалка, как вы озвучили, порядка 800 миллионов. Сейчас мы наблюдаем рост порядка 3,5% за 8 месяцев. При этом, если говорить о номенклатуре, то рост наблюдается в таких грузах, как уголь, железо-рудное сырье. Мы наблюдаем рост контейнеров, немного падают наливные грузы. В настоящее время разработан проект комплексного плана развития и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Разработан он в исполнении указа президента, так называемого майского указа. И, согласно данному плану, мощность портов увеличится более чем на 350 миллионов тонн. Но, оговорюсь, этот план пока еще не утвержден правительством. Он находится на рассмотрении. Возможно, какие-то будут изменения. Если говорить о специализации, то в план заложены мероприятия, которые должны решить те задачи, которые стоят перед нашей экономикой. Задачи, связанные с обеспечением потребностей основных грузоотправителей. Задачи, связанные с переориентацией российских грузов из портов сопредельных стран. И, если посмотреть по регионам, например, то, говоря о Дальнем Востоке, то, в основном, планы развития касаются увеличения портовых мощностей для перевалки угля. То есть, согласно данному плану, рост мощностей составит порядка 100 миллионов тонн. Если говорить о Азово-Черноморском и Северо-Западном бассейнах, то здесь, в основном, планируется реализовать проекты, направленные, повторюсь, на переориентацию. Здесь крупнейшие комплексные проекты развития транспортной инфраструктуры. Это и Мурманский транспортный узел, и развитие морского порта Тамань. Предполагается дальнейшее развитие порта Уст-Луга. Если говорить об Арктике, то в основном проекты там связаны с вывозом углеводородных продукций. Прежде всего, это СПГ, это терминалы компании «Новотек» в Сабете. Также заложены планы по развитию портовых мощностей в Диксоне. Это терминал для перевалки угля в рамках освоения лимберского месторождения. Развитие порта Дудинка, строительство терминала для перевалки нефти в рамках освоения паяхского месторождения. В общей сложности, повторюсь, то есть рост составит порядка 350 миллионов. Вероятность реализации у проектов, конечно, различается. Это уже находится в стадии строительства, какие-то в стадии идеи. И здесь, конечно, есть дискуссия, которые мы открываем, очень богатна. Поскольку без частных инвекторов, без их, прежде всего, слили, и без разных ответов, я думаю, планы не смогут быть. Ну, собственно, вот это основные планы. Понятно. Скажите, пожалуйста, в целом план развития инфраструктуры предусматривает, что чуть более половины всех инвестиций будет привлечена за счет частного капитала. Вот в части именно развития морских проектов или внутреннего водного транспорта здесь есть какое-то понимание потребности с стороны частного капитала в рамках тех проектов и мощностей ввода, которые вы обозначили в целом? И, скажем так, основные инструменты, которые предполагаются использовать для привлечения частного капитала, заложенных в этот план развития? Ну, конечно, в комплексном плане, в том числе, и даны параметры по объему потребных инвестиций. И со стороны частных инвестиций там, конечно, частные инвестиции превалируют. Общий объем, согласно текущему проекту, составляет порядка 650 миллиардов рублей. Это то, что касается внебюджетных инвестиций. То, что касается бюджетных инвестиций, доп. потребность, которая заложена в текущем плане развития именно портовых мощностей, то есть задача, которая решается по развитию портовых мощностей, ставит более 100 миллиардов рублей. Это то, что касается доп. потребностей в бюджетных инвестициях. При этом оговорюсь, что в комплексном плане предусматривается финансирование объектов федеральной собственности, ограниченных в обороте не только за счет бюджета. Этот инструмент, можно сказать, себя практически изживает с учетом ограничений. И в основном средства федерального бюджета закладываются на так называемые проекты жизнеобеспечения, то есть связанные с безопасностью мореплавания, с обеспечением северного завоза, с обеспечением транспортировки грузов пассажиров между удаленными районами. И, конечно, здесь делается больше акцент на развитие различных инструментов государственно-частного партнерства, то есть привлечения частных инвестиций в объекты федеральной собственности. Морская отрасль, у нее специфика такая, что законом о морских портах предусмотрено ограничение по нахождению объектов, определенных объектов в частной собственности. То есть есть определенные объекты, которые находятся исключительно в федеральной собственности, соответственно, их финансирование возможно только либо через федеральный бюджет, либо путем применения различных инструментов ГЧП. Я думаю, это мы уже обсудим в дальнейшем. Спасибо большое. Я бы хотел подключить и передать слово Дмитрию Геннадьевичу. Вот как раз в свете того, что сказал Андрей Николаевич, что сейчас в целом фокус и акцент с точки зрения участников процесса инвестирования в создание портовой инфраструктуры смещается в сторону частного капитала. И здесь роль федерации, она, скажем так, несколько перемещается на другие задачи. Хотелось бы узнать в целом, какие сейчас задачи могут стоять перед федеральными органами власти в части развития этих проектов и какие инструменты могут быть использованы или какие инициативы сейчас существуют для того, чтобы развивать сектор, как минимум на горизонте следующих пяти лет. Вот. Слышно меня, да? Спасибо большое. Хорошо. Значит, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я позволю себе вернуться немножко к первому тезису, который Андрей Николаевич озвучил, да, по основным тенденциям, да, чтобы понять основные тенденции развития портовой отрасли и, значит, основные направления инвестиций, потребные, да, в ближайшем горизонте, необходимо, в общем, взглянуть на то положение, которое существует сейчас по грузообороту морских портов и понять, да, в каких секторах, да, будет потребность в перегрузочных мощностях, потому что ведь порты не существуют сами по себе для того, чтобы, да, продавать собственные услуги. Они обслуживают внешнюю торговлю Российской Федерации, да. Внешняя торговля Российской Федерации, объявленные тренды, да, они вполне определенные, да, на ближайшую перспективу. Ну, это, в первую очередь, это СПГ, значит, кроме того, основную массовую долю экспортных грузов, перегружаемых через порты, это, значит, нефтянка и уголь, угольные грузы. Кроме того, значит, существуют поставленные руководством страны задачи перевода грузов из портов Прибалтики в российские грузы. Значит, в этой части мы должны говорить о дополнительных потребностях в перегрузке минеральных удобрений и того же самого угля, да, что касается, ну, импортных грузов, контейнеров, наверное, потребности в этом будут сейчас невелики, вот поскольку в ближайшие, в предыдущие годы понастроили много терминалов. Вот. И в соответствии с этим, значит, распределяются и приоритеты, которые объявляются государством в отношении инвестиционной, собственно, инвестиционной политики и потребностей в инвестиционных частных и в частных инвестициях, да. В первую очередь, вот те декларируемые цели, которые мы видим в рамках вот комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, они направлены, конечно, на развитие, значит, инфраструктуры для вот этих вот видов груза. То есть, в первую очередь, это, конечно, СПГ и все, что связано с северно-морским путем и с инфраструктурой жизнеобеспечения этого, да, с развитием портовых мощностей на этих путях. Вот. Следующим, наверное, приоритетом является уголь в этой части, да, мы видим большое количество, во-первых, заявленных проектов портовых со стороны частных инвесторов, да, по, значит, развитию мощностей по перегрузке угля и ответные им, значит, тенденции и направления инвестиций со стороны государства, это развитие, значит, магистральных железнодорожных путей, которые обеспечили бы подвоз, значит, угля к, значит, границе Российской Федерации, где он может быть перегружен на морской транспорт. То же самое можно говорить об минеральных удобрениях, это вот, наверное, вот такие вот основные направления наших инвестиций. Большое спасибо. Я бы хотел обратиться к Александру Владимировичу Кижло. Здесь было озвучено как раз, что формируется потребность в развитии не только самих портовых мощностей, да, особенно в точечных грузах, такие как, например, контейнеры, да, там мощности были созданы уже с запасом. А есть еще достаточно острая необходимость в развитии сопутствующей инфраструктуры, подходных ЖД-путей, автопутей и так далее. Вот здесь, если посмотреть в целом на то, как или в каком векторе будет двигаться сектор стратегически, да, и где больше возникает потребность все-таки в инвестициях, она сейчас больше сфокусирована именно на портовой мощности, или все-таки вот сейчас перемещается фокус на развитие подъездной инфраструктуры для того, чтобы уже обеспечивать полноценное функционирование тех мощностей, которые были созданы за предыдущее 20-летие? Павел, да, работает? Павел, спасибо. Действительно, на самом деле, если говорить о портовой инфраструктуре и говорить о том, что бизнес заинтересован в том, чтобы иметь свой порт для перевалки, о том, что стивидорный бизнес высокомаржинален, высокодоходен, а можно говорить только в том случае, если у частной страны, которая инициирует подобные проекты, сложился пазл из трех вещей. Это есть место, где построить порт, есть грузы, которые в нем можно переваливать, и есть инфраструктура, на которую эти грузы можно в порт доставить. Если обратить внимание на то, как последние годы, ну, наверное, лет 10 последние, структурировалась история развития экспортных мощностей, в том числе портовых, то шло распределение действительно по секторам. То есть ГЧП структурировался в области, частный инвестор вкладывает в портовую, в терминальную инфраструктуру, государство вкладывает в развитие общей железнодорожной инфраструктуры, автомобильной инфраструктуры, и эти пазлы складывались. Деньги в бюджете были, но случилось то, что случилось. Сейчас существенно порезаны бюджеты по созданию государственных строек, по созданию подходной инфраструктуры, и стали обращать внимание частные инвесторы именно на это, то, что построить порт – это полдела, но к нему грузы не приедут. Речным транспортом тоже не все можно завести в морской порт для перевалки, поскольку у нас не все грузы под это специализированы, могут быть использованы, и речных портов тоже как таковых у нас практически нет, и их надо тоже развивать. Это вторая страница развития портовой инфраструктуры. И обращаю внимание на объемы капексов подходной инфраструктуры, они не существенно выше, они сопоставимы. Они действительно сопоставимы с инвестициями в саму портовую инфраструктуру, потому что здесь картинка смотрится более масштабно. То есть, если мы говорим о порте угольном на Дальнем Востоке или на Севере страны, то мы понимаем, что грузы должны проехать, к примеру, из Кузбасса или из Хакасии. И это довольно длинная ветка, где есть узкие места, которые должны совпадать с программами развития РЖД, с программами развития Дальневосточного полигона, Северо-Западного полигона. И даже при всем желании частный инвестор не может взять на себя эти куски и предложить их создать в ГЧП. Это другая проблема, которую предстоит тоже решать. Действительно, если найти сбалансированный подход по срокам, объемам инвестиций, механизм, по которым частная сторона может помочь либо государственной стороне, либо каким-то иным образом, по тому же самому РЖД, создать подходную инфраструктуру, это действительно надо упаковывать в единый проект, рассматривать как комплексную картину. Потому что, как я уже с самого начала сказал, нет никакого смысла построить дорогу в поле, которая не переведет к порту, и точно так же нет никакого смысла построить порт, к которому нельзя подъехать. Понятно, спасибо большое. В целом, скажите, как бы Вы сейчас охарактеризовали инвестиционный климат-привлекательность портового сектора для частных инвестиций? Насколько по какой-то шкале градации можно было бы дать такую характеристику? И главное, на горизонте следующих пяти лет, что бы определяло эту привлекательность, есть такие инструменты и инновации, которые могли бы улучшать и делать сектор более привлекательным для частного капитала? Портовый бизнес всегда был привлекательным, он будет привлекательным, и с этим ничего не изменится. Вопрос, какие грузы будут переваливаться. То есть это вопрос унифицированности и возможности развития терминальных площадок, которые создаются. Если говорить сейчас, то, безусловно, это угольные мощности, потому что мы все прекрасно видим, что происходит с рынком угля, и за последние годы он испытывал, конечно, скачки какие-то незначительные вверх-вниз, но мы все прекрасно видим, что коксующиеся угли сейчас стоят очень дорого, и их продавать и экспортировать очень выгодно. Поэтому заявок и пайплайн портовых именно мощностей, завязанных на экспорт угля, он высок. И он не изменится, и на ближайшие годы, я думаю, что мы увидим 2, 3, 4, может быть, 5 проектов по развитию именно угольных месторождений. Хочешь, не хочешь, надо будет подтягивать подходную инфраструктуру, и частные инвесторы на это тоже смотрят и пытаются решать эти проблемы. Ну, то есть каких-то на текущий момент особых трудностей, да, или, допустим, то, что формирует… Глобальных трудностей я в развитии портовой инфраструктуры сейчас не вижу. Их все можно преодолеть что-то за счет координации сроков создания, что-то за счет поддержки государства, что-то за счет синхронизации сроков частной стороны и государственной стороны. Никакой проблемы нет. Главное, чтобы была хорошо структурированная история, связанная с компоновкой вот этих трех векторов, наличие груза, возможности вывести и экономической целесообразности в экспорте. Ну, то есть, резюмируя, просто коммерческие факторы, по сути, они определяют ту инвестиционную привлекательность, и, собственно, они и присутствуют, скажем так. Любую инвестиционную привлекательность определяют коммерческие факторы. Поэтому, если есть спрос, а спрос есть, и он будет. С этим спорить, мне кажется, нет никакого смысла. Спасибо. Да, спасибо большое. Я бы хотел обратиться к Илье Эдуардовичу Буткову в части такого вопроса. Еще раз адресую роль федеральных ведомств, федеральных органов в сфере развития сектора портовой инфраструктуры. И вот какие задачи, собственно, стоят перед вами, какую роль вы отводите на горизонте следующих пяти лет для того, чтобы обеспечить и реализацию инвестиционных проектов, и дополнительное привлечение частного капитала в этот сектор в целом. Ну, смотрите, за все федеральные органы отвечать сложно. Безусловно, одно. Лидирующую роль в этом процессе должны занимать именно коллеги из Росмуричфлота как регуляторы. Их позиция очень ярко выражена. Они поддерживают все проекты, которые сейчас есть с привлечением частных инвестиций. Мы с ними в тесном контакте. Рост трансмодернизации про себя немножко. Мы, на самом деле, находимся в этом процессе как организатор. Помогаем подготавливать проекты, рассматриваем их вместе с Минтрансом и с коллегами профильными. И потом передаем дальше уже, собственно говоря, или готовый проект, или проект, если он там не готов, то мы говорим, что надо дорабатывать. Предпосылок к тому, чтобы развитие портовой инфраструктуры было, вот все коллеги абсолютно правильно сказали. Очень правильно задали вопрос относительно коммерческой привлекательности этого направления. Она сейчас запредельная. То есть с учетом нынешней курсовой разницы, все наши грузы очень будут долго еще популярны и будут иметь возможность занимать новые рынки. Направление развития тоже всем понятное. Это Дальний Восток. Очень перспективное направление – это Таманский полуостров. И именно поэтому сейчас там идет такая серьезная работа по развитию сразу нескольких портов параллельно, по сути. Это и Мишель Литвак, очень большой порт взвивает. И Минтранс имеет планы по развитию еще одного сухогрузного района, морского порта Таман, который включен в магистральный план. И необходимость его всеми подтверждена, поэтому. Следующее направление – это Северо-Запад. И там тоже имеются новые проекты, которые имеют все шансы для того, чтобы быть успешно реализованными. Ну и, естественно, Северный морской путь и Сабета, и все. То есть есть направления, есть программные документы, майские указы, о которых тоже коллеги уже сказали, и есть коммерческая привлекательность. И поэтому роль государственных органов – это постараться сделать процесс максимально прозрачным, понятным. И, опять же, интересное наблюдение, что вот сейчас очень активно развивается именно конституционно-частная инициатива. Почему? Потому что это наиболее быстрый способ прийти от начала, когда проект зарождается, до возможности уже сесть за стол переговоров. Поэтому мы считаем, что очень интересные сейчас будут проекты именно по этой схеме. Просто я так перехожу плавно, потому что какие схемы. И если говорить, например, о большом наборе возможностей, которые существуют, да, они есть, но хотелось бы под свою личную точку зрения высказать, что если бы мы могли сконцентрироваться на несколько наиболее эффективных схемах, а ЧКИ, частная конституционная инициатива одна, безусловно, из них, и больше уделить внимание стандартизации процессов переговорного, каких-то требований, которые потом из проекта в проект переходят уже без обсуждений, то это было бы очень хорошим стимулом для того, чтобы увеличивать количество проектов и ускорять их согласование. Понятно. Большое спасибо. Развивая тему, как раз и плавно переходя к тем инструментам, которые мы можем использовать в плане секторов в части привлечения частного капитала, хотел бы обратиться к Андрею Борисовичу Козыреву и порассуждать, дать такую вводную в части развития механизмов, и в частности ГЧП, как, наверное, ключевого пока что механизма, и ЧКИ, например, как ключевого механизма привлечения частного капитала, здесь в целом какие предпосылки сейчас существуют? Мы видим, что за последнее время объем частных инвестиций в сектор растет. По факту за последние три года объем частного капитала для финансирования проекта, вообще в 2017 году он был рекордным в целом, больше 80 миллиардов рублей, и за последние три года доля частного капитала в финансировании проектов составляла больше 70%, то есть больше 2-3 финансируется за счет частных инвестиций. Вот здесь какие ключевые вообще в целом предпосылки сформировали такую картину рынка, и насколько в дальнейшем она может сохраниться, и что будет этому способствовать? Спасибо. Предпосылки, наверное, коллеги только что обозначили. То есть это тот самый спрос, который есть и будет с точки зрения реализации проектов в портовой сфере. И, мне кажется, механизм… Собственно, если говорить простыми словами, ведь инвестор, у которого есть спрос к портовым проектам, ему нужны всего лишь гарантии возврата инвестиций, как и в любом проекте. С точки зрения реализации проектов по концессионной схеме законодательством предусмотрено предоставление концидентам, государствам, достаточного количества гарантий по возврату инвестиций, если мы говорим об объекте концессионного соглашения. Да, возникают, как коллеги обозначили, проблемы того, что некоторые части проекта комплексного, в том числе подъездные пути, которые достаточно сложно включить в состав объекта концессионного соглашения, там нужны дополнительные гарантии, там есть какая-то правовая неопределенность в том, чтобы это все совместить. Наверное, будет достаточно сложно совместить, синхронизировать государственные программы с каким-либо конкретным коммерческим концессионным проектом. И, наверное, это как раз сигнал к тому, что надо пытаться внести какие-то изменения в законодательство для того, чтобы создать такую возможность для такого рода синхронизации. И для того, чтобы государство могло, получая в собственность объекты, в том числе инфраструктурные, не относящиеся конкретно к коммерческому проекту, который создается в порту, чтобы государство могло регальным путем инвестору гарантировать возврат инвестиций, которые инвестор понесет, может быть, в создании этих объектов инфраструктуры. И в этом случае тогда будет намного легче запустить и осуществить процесс как раз синхронизации всех элементов этого проекта. И в этом случае сами проекты будут значительно более привлекательными. С точки зрения концессионной инициативы, ведь, да, действительно, это очень удобный инструмент. Инвестор, приходя, он сам формирует, собственно, все, как бы, те элементы, которые его, поскольку он погружен в проект с наибольшим объемом, он знает все, условно, подводные камни этого проекта и формирует ту самую инициативу в таком виде, чтобы проект стал привлекательным для него. Но именно вот те гарантии, которые нужны ему для того, чтобы этот проект заработал со стороны государства, они сейчас, ну, не так просто могут быть включены в состав той самой заявки, которая готовится инвесторам для подачи частной концессионной инициативы. Это вопрос, ну, может быть, коллеги юристы лучше прояснят как раз, в чем действительно есть определенные правовая и неопределенность и проблемы в законодательстве, но вопрос как раз синхронизации, он очень важный, он и сейчас важен, и будет всегда решающее значение иметь для того, чтобы проекты запускались и реализовывались. — Большое спасибо. И как раз развивая эту тему и подключая коллег, Дмитрий Геннадьевич. — Да, я хотел бы сказать несколько слов. Я позволю себе частично не согласиться с коллегой об отсутствии механизма синхронизации. Значит, механизмы такие существуют, и они достаточно развиты. Одним из последних шагов уходящего правительства как раз было утверждение дорожных карт, значит, развитие соответствующих бассейнов, где были как раз в этой логике сформированы инвестиционные портовые проекты и соответствующие им планы развития магистральных железнодорожных путей и автомобильных подходов. И синхронизированы были именно по срокам и по направлениям инвестиций. На сегодняшний день в том новом проекте комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, который должен быть 1 октября новым правительством сделан, мы действительно не видим этих механизмов. Но это документ более высокого уровня. Мы надеемся, что в развитии этого комплексного плана эти же дорожные карты развития и портовых мощностей, и соответствующих им направлениям и объемам инвестиций значит, государственные программы, программы государственного инвестирования будут разработаны и новым правительством, либо подтверждены планы по старым картам. Спасибо. Спасибо. Как раз плавно переходя, хотел бы обратиться к Павлу Викторовичу Карпунину в части вопросов юридического характера по структурированию проектов, в частности ГЧП-механизма. Здесь какие Вы видите основные преимущества в целом для сектора и где, если Вы видите какие-то открытые вопросы или ограничения, которые на текущий момент существуют? Прокомментируйте, пожалуйста. Здесь на самом деле много вопросов, гораздо больше, чем ответов, как и в любой другой сфере. Здесь, может быть, даже немножко больше, потому что практики реализации конституционных проектов, когда уже есть готовый проект, который можно брать за основу и разбирать его на кирпичике, когда достигнуто коммерческое закрытие, финансовое закрытие, когда построен порт или терминал, их еще нет, поэтому в полноценном, скажем так, понимании. Поэтому сложно от чего-то отталкиваться. Можно говорить только о тех проблемах и зонах риска. Если коснуться темы, которую сейчас только что озвучили коллеги про вопросы синхронизации, я здесь, наверное, больше поддержу Андрея Козырева, что синхронизации как таковой, наверное, буквально, еще нет в том плане, что, да, возможно, есть какие-то программы, потенциальное распределение денег, но это не есть минимизация или устранение тех рисков, которые есть. Что будет, если порт построен, а железной дороги еще нет? Получается, что порт построен, консессионер обязан осуществлять деятельность, деятельность осуществлять не может, нарушает условия консессионного соглашения в связи с тем, что нет денег на железную дорогу. Да, его вины нет, но его наказывают. Вплоть до расторжения он теряет все деньги, соответственно, его наказывает консидент, его наказывает банк за те действия, которые он не совершал. Именно в этом проблема синхронизации. Не синхронизация абстрактных, больших финансовых потоков, а синхронизация конкретных практических моментов реализации конкретного проекта. А именно, чтобы одновременно и порт был готов, и одновременно и железная дорога, и автомобильная дорога позволяли вывозить те потоки, которые поступают в этот порт. Ну, это вот по вопросу синхронизации. Если касаясь других вопросов, то на самом деле их тут, как я сказал, очень много. И в том числе это вопросы конкуренции, например, которые в каждом подобном случае рассматриваются. Потому что порт — это естественная монополия. Да, это монополист в своем роде. И в соответствии с российским законодательством это естественная монополия. Когда запускается портовый проект, соответственно, есть определенные предпосылки. Какая мощность будет переваливаться. У нас закон запрещает ограничивать конкуренцию. Но что будет, если в диапазоне 5-10 лет рядом с этим портом, ну, вот носительно рядом, 500-100 тысяч километров, будет построено аналогичный. Оборот резко упадет. А все завязано, проект длительный на 30 лет. Завязано на том, что этот оборот будет присутствовать. И, соответственно, позволит окупить те средства, которые инвестированы. И собственные, и кредитные. То есть этот вопрос по ограничению конкуренции тоже нашим законодательством не решен. Потому что антимонопольное законодательство запрещает однозначно ограничивать конкуренцию. Те же самые вопросы и по аэропортам возникают, которые являются естественной монополией. Более того, если мы углубимся в эту тему ограничения, которое существует с точки зрения конкуренции антимонопольной практики, то хотелось бы, наверное, отметить еще один проект закона, который на сегодняшний день подготовлен антимонопольной службой. Касается он естественных монополий и очень четко касается морских портов, которые тоже являются естественной монополией. А этот проект предусматривает, что на создание проектов через концессии будут распространяться ограничения по стратегическим инвесторам. То есть иностранцы, желающие принять участие в конституционном проекте, должны будут первоначально пройти антимонопольную очистку, одобрение на то, чтобы они могли участвовать в стратегическом проекте. Как правило, на практике подобная работа занимает от двух месяцев до полугода. Соответственно, если какой-либо проект реализуется через частную инициативу, автоматом все иностранцы с их инвестициями просто-напросто будут вышибаться из этих проектов. А российских денег в таких объемах у нас просто нет. С учетом санкций иностранные деньги, банковские, к нам не приходят. Собственных средств у компаний, чтобы построить действительно большой полноценный порт на десятки миллиардов рублей, вряд ли можно будет наскрести, государство, если бы имело такие деньги, построило бы порт самостоятельно. И тут же, через инициативу антимонопольной службы, мы убиваем возможность участия иностранных инвесторов в тех проектах, которые будут инициированы частной стороной. То есть парадоксально, на самом деле, ситуация, которая сейчас складывается. С одной стороны, да, есть потребность, но она есть потребность и в инвестициях. Со второй стороны, эти же инвестиции искусственно ограничиваются через то, что сейчас происходит, и через те процессы, которые, по сути, ограничивают участие крупных инвестиционных международных игроков на этом рынке. Но это вот про глобальные вещи, про конкретные можно говорить, конечно, еще больше. Я вот как раз хотел бы тогда обратиться к Андрею Николаевичу в части озвученной такого серьезного, в целом, звучащего барьера для привлечения иностранного капитала в проекте. Видите ли вы со своей стороны вот такой риск? Будет ли это оказывать существенное влияние на то, что на горизонте следующих пяти лет участие иностранного капитала и те амбициозные планы, которые сейчас заложены в проект плана развития инфраструктуры, они могут так или иначе быть тормозом для развития? — Сложно комментировать. Я, честно говоря, с этой инициативой не очень знаком. Но, насколько я знаю, комиссия по привлечению иностранных инвестиций, она всегда существовала и всегда этот фильтр был. Нужно, наверное, посмотреть, какие требования будут у ФАСа к иностранным инвесторам. И, может быть, не так страшно, как мы себе представляем, пройти этот фильтр. — Я просто поясню, может быть, не совсем корректно сказал. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям, да, это давно существующий институт, он работает. Но он работает на приход иностранных инвесторов уже действующей бизнеса, на приобретение действующих бизнесов более 25%, на приобретение контроля, на приход на уровни гринфилда иностранных инвестиций эти барьеры не распространялись. Соответственно, если иностранные инвестиции приходят на какой-либо проект с тем, чтобы построить с нуля, этих барьеров не было. Они потом возникали на уровне получения соответствующей лицензии, но ограничения на то, чтобы стартовать в проекте, не было. — Сама по себе процедура формализована, она довольно простая. Есть критерии, которые позволяют оценивать правительственные комиссии, да. Но в целом сама эта процедура, опять же, на практике занимает от двух месяцев до шести месяцев, в зависимости от того объема документов, которые потребуют собрать от конкретного иностранного инвестора. Если же мы говорим про частную инициативу, физически частную инициативу, когда вывешиваются, это 30 дней на то, чтобы подать заявочку. Ни один иностранец за 30 дней не сможет собрать документы и пройти правительственную комиссию, у которой срок рассмотрения 30 дней, да. То есть физически невозможно будет. По частному инициативу это точно отсечет. Мне кажется, когда готовится частная инициатива, процедура самой подготовки, ну вот пример Мурманского транспортного узла, занимает не один месяц. То есть уже должны быть оговорены условия вхождения этого иностранного инвестора. То есть, как правило, инициаторы инвестиционных проектов, они прорабатывают этот вопрос заранее. Поэтому, мне кажется, если проект правильно структурирован, если подключены уважаемые консультанты, все это вполне решаемо. Опять же, мы сейчас говорим, я иностранный инвестор, который пришел заранее, под меня готовится проект. Но кроме этого есть еще 10-15 мировых лидеров на этом рынке, которые хотели бы зайти в этот поезд, но уже не догонят. И мы тем самым говорим, если вы затеиваете проект, у вас будет карт-бланш. Никто вас не догонит, это будет эксклюзив. Но нужен ли такой эксклюзив с точки зрения Российской Федерации, когда мы искусственно выбиваем более даже выгодных, более профессионально подготовленных игроков? Да, под одного можно заточить, с удовольствием сделаем, да. Но остальные точно нет. Если придет самый слабый, самый плохой, самый захудалый инвестор, который, может быть, даже и не реализует в диапазоне 20-30 лет ничего, но затеет инициативу, ни один иностранец не сможет уже сюда зайти, если этот законопроект реализуется. Ни одна инициатива не сможет быть, скажем так, структурирована с участием того, что она перейдет в тендер, поскольку любой другой иностранный участник захочет ее реализовать. А у него не будет просто решения конкурса правительственной комиссии, позволяющей ему этот проект зайти. Вот в чем проблема. Да, в целом понятно. Мне кажется, может быть, нам на этой площадке сформировать какие-то предложения для ФАСа, чтобы этот вопрос проработать. Действительно, проблема, если существует такая, вынести ее на площадку ФАС. Тем более, вполне открыто они сейчас обсуждают все свои инициативы. Роман Сергеевич, вы не могли бы тоже включиться в нашу дискуссию и прокомментировать данный вопрос с точки зрения юридических аспектов. Видите ли вы со своей стороны такой же риск? И, может быть, шаг далее, видите какие-то пути решения, допустим, или механизмы, которые могут позволить устранить данную проблему на горизонте следующих пяти лет? Спасибо большое. Ну, коллеги, мы просто сейчас говорим так вот, много времени, мне кажется, тратим на эту инициативу. Всех напомню, что это только инициатива, да, она представляет определенный риск, но она в то же время ложится в те тенденции, которые сейчас продвигаются, в том числе в конституционных проектах. Мы сами знаем, что относительно недавно было принято изменение в 115 закон, закон о конституционных соглашениях, где были предусмотрены объекты IT в качестве объекта конституционного соглашения. Там также предусмотрено, что эти объекты и конституционные проекты, создающие данные проекты, не могут реализовываться иностранными лицами. Напомню, что в законодательстве о морских портах тоже уже есть ограничения, которые, правда, распространяются пока только на вечные права, на право собственности, говорящие о том, что земельные участки в пределах морского порта не могут находиться в собственности иностранных граждан. И, наконец, в том же самом законе об иностранных инвестициях в стратегические отрасли, также он был расширен уже какое-то время назад, теперь не только на право контроля над юридическим лицом, на акции и доли, он был расширен также в отношении имущества тех же самых стратегических компаний. Мы знаем проекты, разумеется, известные в Санкт-Петербурге, и Павел, разумеется, тоже прекрасно знает об этом проекте, когда в том числе по прошествии конкурса, проведенного в соответствии с региональным законом ОГЧП, соответствующий консорциум иностранных компаний, он получил одобрение как раз комиссии при правительстве Российской Федерации. Если уж говорить все-таки про ЧКИшные проекты, которые сейчас, давайте скажем прямо, они занимают абсолютное большинство, в том числе, прежде всего, консессионного рынка. Вспомним хотя бы тот же самый проекты международного транспортной коридора Приморья-1, Приморья-2, проект развития портовой инфраструктуры Приморья, Петропавловск-Камчатский морской торговый порт. Это все проекты с совершенно понятными инвесторами, китайскими инвесторами, которые пришли на этот проект, готовы его реализовать и, на самом деле, будут структурировать соответствующую ЧКИ, частную консенсионную инициативу, если бы они, точнее, пошли бы по консенсионной модели, они, безусловно, бы структурировали соответствующее консенсионное соглашение под свои интересы. И говорить, ну, объективно, конечно, да, есть всегда риск, что в проект придут на стадии публикования соответствующая ЧКИ, придет также там некое третье лицо, но, как правило, когда мы говорим, когда серьезно мы увлечены в процесс ЧКИ, говорим про это третье лицо, как правило, говорят, даже условно говорят про компанию рога и копыта. То есть это вот некий спойлер, скорее, чем реальный конкурент, который, соответственно, будет делать все для того, чтобы затормозить процесс в своих интересах. Там могут быть целый ряд разных интересов, но говорить о серьезном конкуренте, как правило, в ЧКИ, который уже с самого начала был выстроен под конкретного инвестора, по путем драфтинга, путем структурирования соответствующих консессий и других требований к ней, говорить пока, по крайней мере, в моей практике не приходится. Вы, если мы говорим про механизм ЧКИ и частных инвестиций, вы оцениваете риск конкуренции, как таковой он довольно низкий, и инициаторами проекта, которыми являются консессионеры частной инициативы, должны, скажем так, довольно умеренно относиться к данному роду риска, его, условно говоря, не бояться, и при этом применять данный механизм в целом, ну, не бояться применять данный механизм. — Совершенно верно. Я лично, как я уже сказал, я, во-первых, не уверен, что данная инициатива ФАС будет принята им в том виде, в котором она сейчас предлагается. Мы с вами знаем, что в области ГЧП ФАС много чего предлагала и, в том числе, и спорила в судах, но, тем не менее, за последнее время достаточно неуспешно, так скажем, она это делала. Вот, с одной стороны. Вот, с другой стороны, даже если представить, что все-таки, в том числе, на Гринфилд проекты будет распространена обязанность по получению стратегического одобрения, то я не считаю это делбрейкером. Понятно, спасибо большое. Я предлагаю сделать немножко полшага назад, да, и мы сейчас обсудили очень важный, интересный, но такой более точечный аспект структурирования ГЧП проекта. Вот, я хотел бы вернуться и вообще, скажем так, может быть, резюмировать то, почему в целом механизм ГЧП является там основным сейчас инструментом, там, наиболее приоритетным, да, в части привлечения частного капитала, что он дает участникам проекта, как частной стороне, так и публичной стороне. Вот, Андрей Николаевич, можно вас попросить тогда прокомментировать в целом, как вы видите, да, в чем основные ключевые преимущества ГЧП механизма по сравнению там с, ну, госзакупкой, да, в части портового сектора развития? Ну, причина, одна из причин, понятно, развития ГЧП это дефицит средств федерального бюджета, вот, а ситуация такова, что проект нужно реализовать здесь и сейчас, то есть рынок ждать не будет, вот, и мне кажется, частным инвесторам, ну, когда они формируют свою финансовую модель, они смотрят на ее параметры и сделают для себя вывод, что им интересно, вложить свои деньги сейчас с использованием тех механизмов, которые существуют, либо ждать какое-то время, пока у государства появятся соответствующие источники, вот, поэтому здесь, опять же, коммерческий интерес прежде всего определяет, эффективность ГЧП. Понятно. С точки зрения практики структурирования таких процессов, вот, хотел задать такой вопрос, мы все механизмы ГЧП и концессии, в принципе, 115 ФЗ, да, не сказать, что он совсем новый, да, на рынке он существует, и уже в ряде секторов есть много проектов реализованных, да, но в части портовых сектора таких проектов, ну, буквально единицы, да, о которых мы сегодня еще далее поговорим. Вот, в целом, как вы думаете, почему пока что не получило такое вот более широкое распространение данный механизм, что является таким барьером, и вот на горизонте следующих пяти лет, что с этим будет происходить, там, какие предпосылки, факторы, как раз будут способствовать тому, что механизм ГЧП концессии ЧКИ будет, ну, скажем так, более популярен и более практически реализуем в секторе? Ну, одна из причин, мне кажется, это то, что до настоящего времени, как правило, реализовывались проекты либо с прямым участием государства, то есть мы жили в несколько другой ситуации, когда источник финансирования объектов, ограниченных в обороте, существовал у государства, либо реализовывались проекты с участием, с применением механизма участия Росморпорта через ГЧП, это так называемая инвестиционно-подрядная модель, когда Росморпорт, мы привлекаем деньги частного инвестора и потом их компенсируем после ввода объекта в эксплуатацию через портовые сборы. Но сейчас же мы приходим к периоду, когда требуется реализовать масштабные проекты, и вот те источники, которые ранее были, они, ну, либо недоступны, либо менее эффективны по сравнению с ЧКИ. То есть, мне кажется, все равно продолжится использование той модели, которую Росморпорт, которую мы используем в ряде проектов, все зависит от финансовой модели. То есть, инвестор для себя сравнивает несколько вариантов и принимает решения. Но, повторюсь, вот именно подходя к таким проектам, как Мурманский транспортный узел, как строительство сухогрузного района порта Тамань, ну, возможности Росморпорта здесь ограничены, конечно, с учетом того объема инвестиций, которые необходимо привлечь. Государство тоже ограничено, но, соответственно, выход остается только ЧКИ. Спасибо. Я хочу обратиться к секрету Виктору Щекокину и порассуждать на тему изначально структурирования проектов ГЧП, что определяет основную структуру таких проектов. Возможно ли, ну, мы дальше поговорим про непосредственные примеры, да, там, порта охраны, порта Мурманска, наверное, забегая вперед, поймем, что там структура, она не совсем тривиальная, да, и, может быть, даже не совсем легко масштабируемая. Вот. Но, в целом, с точки зрения распределения активов, функций и рисков для участников ГЧП проекта, вот какая может быть наиболее востребованная модель формирования ГЧП проекта для портового сектора? Хорошо. Я, наверное, начну отвечать на Ваш вопрос, на Ваше приглашение к дискуссии с конца. Дело в том, что, наверное, на сегодняшний момент какой-то единой модели нет, это все очень индивидуально. Те проекты, которые существуют на рынке, мы называем их проектами, говорим о структурировании с точки зрения ГЧП, но нужно понимать. Одно дело структурировать терминал, допустим, угольный, то есть это просто единый комплекс портовой инфраструктуры, который переваливает один вид груза. Другое дело структурировать универсальный порт, Greenfield проект, который создается с нуля, там, где создается с нуля акватория, подходной канал, имущество терминалов, подъездные пути, как железнодорожные, так и автомобильные. То есть с ростом количества участников растет и сложность структурирования таких проектов. Допустим, в нашем проекте предусматривается строительство шести терминалов. С некоторыми компаниями ведутся предварительные переговоры, мы еще не знаем, это будет пять, шесть или три инвестора. Возможно, с ними будут заключаться инвестиционные соглашения. Далее. Портовые проекты, наверное, можно сравнить с аэропортовыми проектами. По составу имущества, где часть имущества может находиться только в федеральной собственности, часть имущества может находиться в собственности частного инвестора, если создается за его счет. Здесь тоже возможны различные подходы в зависимости от ситуации. Также Greenfield проекты – это, по сути, несколько зон на ответственности разных органов исполнительной власти. Это морская часть, это терминалы, это подъездные железнодорожные пути, это подъезда, автомобильная дорога. Здесь стоит вопрос, как это также объединять в одну концессию или структурировать несколько различных концессий. Если я не ошибаюсь, в 115-м законе морской порт может быть объектом концессии. Открытый вопрос. Это единый лот или мы собираем несколько концессий, синхронизируем их и структурируем? Подключитесь, пожалуйста, к дискуссии с точки зрения юридического, может быть, аспекта структурирования такого проекта. Как Вы здесь видите, насколько гибкий инструмент и видите ли Вы с своей стороны юридической какие-то сложности, ограничения структурирования проекта, выделение это в один лот или разделение это на разные лоты? Ну, разделение на несколько лотов или это будет реализовываться один проект, на самом деле это уже больше юридико-техническая, скажем так, билетристика. Можно сделать в любом варианте, потому что так или иначе это все между собой технологически связанные элементы одного крупного объекта. Да, можно все это разбить на несколько проектов, однозначно можно, но возникает тот самый вопрос, который мы в начале дискуссии поднимали по синхронизации, что будет, если один проект реализовался, а второй нет, по какой-либо причине, не успел, дефолт, все что угодно, но второй проект не состыковался. Кто берет на себя ответственность и каким образом при таких рисках будет представляться банковское финансирование? Ни один разумный банк, если эти риски не будут закрыты, а проекты разделены, денег не даст ни на первый, ни на второй, ни на третий, ни на четвертый проект. То есть банкобильность проекта будет резко стремиться к нулю при разбивке этих проектах и отсутствии надлежащих гарантий. Да, если гарантии будут представлены со стороны государства, общим словом назовем, то, возможно, здесь будет определенная система синхронизации. Даже если порт построен, но остальные три-два проекта находятся в дефолте, государство будет выплачивать соответствующие платежи консессионеру, чтобы закрыть его убытки. Возможно, но нужно ли это государству, вопрос. Это будут огромные суммы. И вопрос синхронизации, он на самом деле, конечно же, очень важный здесь. И еще один вопрос, который Сергей Викторович здесь поднял, это зона ответственности. В морском порте это совершенно разные зоны ответственности. Это и морская, и логистическая, и авто, и ЖД. Вот в отношении, если мы говорим морской зоны ответственности, теоретически мы понимаем, что здесь будет большая доля рынка, так или иначе, закреплена за Росморпортом. Но на сегодняшний день функционал Росморпорта и концессии, как таковые, он все равно выступает от имени государства, так или иначе, они слабо соединены. И поэтому на тех проектах, которые обсуждаются, находятся в степени реализации той или иной, приходится выдумывать абсолютно различные механизмы, каким образом Росморпорт потом будет заходить в эти проекты. Да, это можно структурировать, но это абсолютно непрозрачный, непонятный механизм. Намного проще было бы, если у Росморпорта было право, например, как у ГК «Автодор», выступать в качестве концидента или на стороне концидента, в качестве третьего лица на стороне концидента. Если такое право было бы дано, наверное, многие вопросы были бы сняты. В том случае Росморпорт одновременно с концидентом, с Российской Федерацией заходил бы в эти проекты, тем самым фиксируя определенный блок вопросов, уже как те вопросы, которые однозначно решаются таким-то образом и именно Росморпортом. Да, морская безопасность и все остальные элементы, которые находятся в зоне его ответственности. Потому что в любом случае в большом проекте придется это решать. И проблема сегодняшней, скажем так, нормативной базы в том, что нет прозрачности. И скорее всего на практике все проекты, которые сейчас находятся в степени обсуждений, этот вопрос решают абсолютно по-разному. Спасибо. Я хотел в части как раз озвученного задачи и роли публичной стороны в рамках структурирования проекта, это обеспечение, в первую очередь, развития гидротехники и безопасности судозахода. По классике, условно говоря, понимается, что обеспечение финансирования и создания таких объектов идет за счет публичной стороны. Но при этом знаем, что сейчас предлагается новый инструмент, который может позволять обеспечивать финансирование такого рода инфраструктуры. при этом привлекая частный капитал для его создания. Хотел бы вот здесь Александр Владимирович адресовать вопрос. Такой инструмент, как инфраструктурная ипотека или, прошу прощения, инвестиционный портовый сбор. Инвестиционный портовый сбор. Здесь, собственно, его основная идея в том, чтобы создавать объекты гидротехники за счет частного капитала, а затем обеспечивать возвратность средств инвестору за счет дополнительного дохода. В частности, это, в первую очередь, портовый сбор. С одной стороны, инициатива понятна и обеспечивает привлечение и задействование частного капитала. С другой стороны, если посмотреть глазами частного капитала на всю эту историю, видим, что инвестиционно привлекательность создания объекта гидротехники, как таковой, она гораздо сильным образом отличается от той терминальной инфраструктуры, которую привык создавать частный инвестор. И если мы объединяем это все воедино, она может просто размывать, скажем так, экономику проекта. Насколько такая инициатива является благом для сектора в целом, и как сейчас к ней относятся частные инвесторы, и имеет ли она под собой такую перспективу развития на горизонте следующих пяти лет, чтобы это было действительно активно использовалось в секторе? Коллеги, да, еще раз. С точки зрения инвестиционного сбора, механизм, который сейчас задекларирован, и он уже отражен в ряде документов, которые принимает наше правительство, он действительно нужен, и он необходим, потому что это по большому счету тот самый ключ к возврату инвестиций в государственную инфраструктуру. Даже если это не будет механизм концессии, хотя эти механизмы можно комбинировать между собой и складывать, структурировать проект под свои нужды с учетом объемов вот этих вот капексов в созданию инфраструктуры, именно портовую, которая не принадлежит частной стране, потому что мы можем посмотреть проект, где надо сделать небольшое дно углубления, поставить системы навигации и что-то еще, и там общий капекс будет там 500 миллионов рублей в миллиард. Не знаю, если взять тот же самый там порт Тамань, который проектируется, по первым предпосылкам там подходной канал порядка 14 миллиардов стоит, и естественно это размазывание на объем перевалки и на стоимость в тонне для частной страны, которую по идее изначально берет на себя, если не верифицировать вот эти денежные потоки, как инвестиционный сбор и деятельность терминала может действительно понести большую нагрузку и сделать проект менее эффективным, менее привлекательным для частной страны. Сейчас же несколько другая история беспокоит то, что механизм задекларирован, но детализированные методики подхода к расчету и что учитывается, что не учитывается в этом инвестиционном сборе пока еще нет. То есть сейчас есть проект методики, с которым согласились, по которому действительно возвращаются инвестиции в объекты частной стороне, на небольших объемах инвестиций именно в этот объект, прошу прощения за тавтологию, в государственную собственность. Этот инвестиционный сбор позволяет сделать неконкурентным и абсолютно комфортным для владельца терминала обслуживание этого долга, потому что корабль, который к нему заходит, если мы не говорим о коптивных грузах, которые имеют вертикальную цепочку от места рождения до итогового грузополучателя, а там мультипользовательский порт, который выбирает себе площадку, в которой зайти и где перевалить груз, то инвестиционный сбор будет дополнительной нагрузкой на судовладельцев, на владельцев терминалов и компания, которая будет выбирать площадку, где размещает свои грузы, уже будет смотреть еще и на этот фактор. Поэтому на небольших объемах капексов, да, это действительно хороший вариант вернуть объем инвестиций, который был потрачен без привлечения государственной поддержки, без привлечения каких-то капитальных грантов, платы концидента, размазанные на срок. То есть это, да, длительный платеж, который по копеечке возвращается, но тем не менее инвестиции будут у вас возвратные. Другой вопрос, как сейчас структурировать проекты. Сейчас это можно сделать исключительно на основе той предварительной методики, которая была представлена, по-моему, Минфином, проекты структурируются. Как она будет скорректирована в итоге, мы сейчас точно сказать не можем. Возможно, они будут либо в большую сторону, либо в меньшую сторону, возможно, будут в том же формате, в котором первоначальная методика зашла, сохранены. Поэтому я думаю, что сейчас рынок ждет, что же в итоге примет государство, но при этом концессионные проекты и инвестиционные проекты не останавливаются. В первую очередь концессионные, потому что концессионное соглашение – это соглашение в первую очередь с государством, и механизм, который возврата инвестиционного тарифа закладывается в концессию, он уже определенно четко прописан. То есть там нет никаких подводных камней и нет неопределенности двоякости, как его считать. Этот механизм подписан, этот инструмент называется инвестиционным сбором, и он отфиксирован, государство с этим согласилось. Здесь никакого риска нет. Но что будет дальше, это действительно вопрос, потому что не все проекты необходимы верифицировать через механизм 115 ФЗ. Что-то можно делать по механизмам обычного проектного финансирования, не надо про это забывать. Есть большое количество мест и интересных проектов, где проект финансов как был, так и есть, так и остается эффективным. И это сокращает сроки запуска, потому что любая концессия – это плюс год к запуску проекта, как ни крути. И в принципе, даже если говорить о рисках, которые коллеги называют «входы иностранного партнера», либо ты успеешь в этот год, либо это еще плюс полгода. Но с другой стороны, лучше сначала все структурировать так, как надо, нежели зайти в проект неподготовленным, на большое количество миллиардов рублей. Если проекты быстрые, если проекты понятные, то остается задача верифицировать и утвердить Минфину методику расчета этого инвестиционного тарифа. И он будет применяться, я думаю, повсеместно. Потому что проще сейчас инвестировать в частной стране, понимая, что даже он в перспективе 5-10 лет эти деньги вернет на незначительных объемах капекса с понятным механизмом. Мне кажется, это история, которая в ближайший год будет утверждена и точно займет свое место в структурировании проектов портовых. — А периметр объектов, которые могут по данному механизму быть профинансированными, он сейчас как-то определен? Что может по такому механизму быть профинансировано за счет частного капитала? Вы упомянули, что это 5-10 лет? — Нет, не 5-10 лет базового, это я просто на тех примерах, которые у меня в голове отражены. То есть за 5-10 лет можно эти инвестиции вернуть, опять же, смотря какого они объема. Если мы говорим о колоссальных суммах, там больше 10 миллиардов рублей, то там 20 лет будет мало, это понятно, и вряд ли кто на это пойдет. Там надо будет искать другие механизмы. На небольших проектах, где прямо сейчас нужно создать эту инфраструктуру, чтобы проект запустился, частная страна может взять на себя дополнительную нагрузку, и это не будет дополнительным каким-то бременем для частного инвестора. Но тем не менее, ему будет проще это делать, потому что будет понимать, что со временем эти инвестиции будут так или иначе возвращены, и они не будут бросены. Объекты, на которые инвестиционный сбор, коллеги Андрей, по-моему, это акватория, подходной канал, СУЦ, по-моему, нет. Нет, это на самом деле все объекты, ограниченные в обороте, то есть это и акватория, и система безопасности мореплавания. Ну, что еще хотел добавить по поводу инвестиционного портового сбора, действительно, по инициативе Росморичфлота в 2017 году это понятие введено в закон о морских портах. Логика сбора заключается в том, что он будет собираться с судов, сухогрузных и наливных судов загранплавания, то есть, по сути, с компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, либо фактически с иностранных лиц, нагрузка на которых в связи с падением валютообменного курса с 2014 года в части уплаты портовых сборов значительно снизилась. Соответственно, эта плата будет не за услуги, а именно целевой сбор на развитие инфраструктуры, по крайней мере, именно так было предложено Росморичфлотом. С другой стороны, у ФАСа свое видение, в частности, они предложили взимать этот сбор со стивидорных компаний, но в этом плане мы их не поддерживаем, потому что это будет значительная нагрузка на стивидорный бизнес, и вся та логика, которая закладывалась изначально в инвестиционный сбор, она рушится. То есть, мы создаем нагрузку для нашего бизнеса, для российского, и негативно, мне кажется, это отразится, в том числе и на инвестиционном климате. Но, тем не менее, обсуждение пока идет. То, что касается, куда он будет направляться, то предусматривается либо, если сбор взимается Росморпортом, то в основном планируется направлять на развитие, на реализацию проектов с низкой окупаемостью, либо не окупаемых. Это, прежде всего, развитие строительства акватории, развитие порта, поддержание инфраструктуры в портах с небольшим грузооборотом. Если же говорить о концессии, то действительно предусматривается возможность взимания инвестиционного сбора консессионерам, что значительно улучшит его показатели эффективности проекта. С точки зрения формирования вот этого сбора, механика расчета его, она сейчас каким-то образом определена предварительно хотя бы? И что является базисом для расчета данного сбора, в особенности, когда мы говорим про экономику частного партнера, который предполагается, что он будет это финансировать и получать возвратность на свои инвестиции? Просто что с точки зрения модели, условно говоря, включать в расчет как дополнительные ревинию? Если говорить о том, как Росморпорт планирует использовать этот сбор, то логика расчета в следующем. Предполагается формирование программы развития портовой инфраструктуры, потребностей в инвестициях. Значит, эта программа будет обсуждаться в том числе публично с привлечением, в частности, Совета потребителей Росморпорта. На основе сформированной программы рассчитывается необходимая сумма и в последующем уже рассчитывается непосредственно в отношении отдельных портов соответствующая ставка инвестиционного сбора. То, что касается концессий, то мне кажется, здесь же опять же будет заложен механизм определения в финансовую модель той или иной концессии. То есть при соответствующем расчете эффективности проекта рассчитывается та сумма, которая не покрывается текущей деятельностью у концессионера и, наверное, на основе этого делается вывод о необходимости дополнительного источника компенсации возврата инвестиций. А предполагается ли, что это будет тариф каким-либо образом регулируем? То есть насколько свободно может быть установлен размер этого тарифа по стороне частного партнера? Либо же это будут вещи, которые будут регламентированы законом естественных монополий или еще каким-либо регламентом, условно говоря. И это, в свою очередь, просто отражается на, может отразиться на готовности и интересе частного акционера. Если, условно говоря, механизм будет определен, например, затратным методом, мы все понимаем, что объекты гидротехники – это объекты капиталоемкие и амортизирующие с сроком больше 50 лет могут быть. Соответственно, просто банально тариф, рассчитанный затратным методом, да, будет обеспечивать буквально довольно низкую окупаемость, с одной стороны, для инвестора, да, и здесь он может выступать с инициативой того, чтобы переложить это время все-таки на публичную сторону, да, в части реализации проекта. Ну, естественно, с инициативой выступает инвестор, консессионер, и вот все те расчеты, которые он сделал, должны быть представлены в ФАС, в Росмуре-Шлот и защищены, обоснованы. То есть, мне кажется, все это вполне может быть обосновано на основе финансовой модели. Собственно, я хотел дополнить то, что действительно обоснование расчета – это экономика проекта, и здесь надо учитывать, то есть, как я уже говорил, действительно много факторов, не один, только то, что было вложено в проект. Мы понимаем то, что, если это небольшой объем инвестиций, я опять же оговорюсь, да, то для того, чтобы жить в текущей логике и понимать, что этот инвестиционный сбор будет взиматься с судовладельцев, которые заходят в порт, он не должен быть запретительным для того, чтобы твой порт был привлекателен для судовладельцев, которые выбирают, куда прийти на загрузку. Надо об этом тоже не забывать. И в любом случае можно отнести все капитальные расходы на эти объекты, отнести его на инвестсбор, но ты должен понимать, придет ли тебе покупатель, придет ли тебе судно за этим грузом. Поэтому это рассматривается в купе в целом финансовой модели, рассматривается бизнес уже непосредственно терминала и заинтересованность его в создании этих объектов, потому что нет объекта, нет бизнеса. Очень все просто. Здесь нужно находить баланс того, что будет перекладываться между заинтересантом этого проекта, который он сейчас хочет и в этом моменте запустить, и тем, что он будет перекладывать на снижение привлекательности своего объекта. То есть здесь уже надо смотреть в комплексе на эту процедуру. Действительно, основная задача, чтобы проект в целом оказался привлекательным инвестиционно. Пусть там какой-то объект будет на протяжении долгого периода возвращаться, но зато сейчас бизнес будет запущен, будет генерировать необходимые доходы, кэшфлоу для обслуживания тела долга и по терминалу, и объектов, которые принадлежат государству, были необходимы к созданию в текущий момент. Это уже балансировка. Вопрос, что туда может входить. Вопрос, все ли туда включать. То есть сейчас это, скажем так, нерегламентировано как-то жестко. Сейчас есть предварительная методика расчета, которая пока что не утверждена. Можно включать туда сейчас все расходы, которые были связаны с созданием объекта. То есть если в соседний терминал или в соседний порт будет зайти на, условно, на единицу дешевле при тех же самых кавенантах, то какой интерес заходить к вам. Надо балансировать эту историю. Здесь у вас может быть более современный порт, который более эффективно и быстро загрузит судно, и ты сэкономишь время, заплатив за этот инвестиционный сбор, либо ты ничего не получишь, но будешь больше платить. Здесь вопрос интереса и привлекательности. Андрей Борисович, хотел уточнить тогда. В случае, если у нас возникает ситуация, что, например, при создании места объекта и, допустим, даже частичном использовании такого инструмента, как инвестиционный портовый сбор, все равно мы не смогли туда включить полностью все те затраты, которые хотели бы аллокировать на этот сбор по первоначальной причине коммерческой. Мы потеряем свою коммерческую гибкость и привлекательность как порт. Поэтому возникает вот этот гэп выпадающего дохода, который необходимо тогда получать с, скажем так, публичной стороны или какими-то другими инструментами закрывать. Вот здесь, в части тогда структурирования проекта, вот как вы видите, какие еще дополнительные механизмы в принципе можно применять в части проектного финансирования или в части структурирования ГЧП проекта? Какие сейчас инструменты наиболее востребованы? И, возможно, я здесь сконцентирую внимание именно со стороны публичной. Что частный инвестор при структурировании проекта изначально хочет просить публичную сторону взять на себя основную ответственность как в части создания, так и в части финансирования объектов? И какие финансовые инструменты можно закладывать дополнительно в комплексную модель портовой инфраструктуры, которая создается, для того, чтобы делать экономику участников так или иначе привлекательной? Я, с вашего позволения, попробую немножко упростить эту часть дискуссии в том смысле, что я, когда мы говорим о привлекательном проекте, который реализуется по консессионной схеме, по схеме частной консессионной инициативы, объекты федеральной собственности, которые, в общем-то, туда закладываются, их строительство осуществляет обычно консессионер и потом ждет гарантии возврата этих инвестиций. Это понятно. С точки зрения того, как будет работать при этом инвестиционный сбор, на мой взгляд, никак. То есть сейчас объекты федеральной собственности генерируют портовые сборы, которые может собирать только Росморпорт, который, к сожалению, пока не может официально являться стороной по консессионному соглашению. Но инвестиционный сбор, возможно, будет собирать сам консессионер. В этом смысле, может быть, какое-то упрощение будет. Но сумма, судя по всему, она должна быть примерно одинаковая. В противном случае тогда, ведь консессионер создает и предлагает создать какой-то объект фактически под себя. То есть он инвестиционный сбор будет собирать с тех самых кораблей, с судовладельцев, которые заходят и работают под его проектом, под его терминалом. Да, Александр? Так и есть. И либо он платит инвестиционным сбором часть и возвращает часть инвестиций консессионера, либо фактически это надо закладывать в тарифы на перегрузку. Поэтому, на мой взгляд, это всего лишь возможность инвестиционного сбора того, чтобы консессионер самостоятельно его мог собирать. На мой взгляд, если абстрагироваться от различного типа сборов, надо просто немножко упростить, или не упростить, а с точки зрения финансовой модели, создаваемой под проект в части объектов федеральной собственности, надо сделать более прозрачной систему. Да, государство должно гарантировать консессионеру возврат инвестиций в объекты федеральной собственности. Но, в свою очередь, наверное, будет логичным требовать с консессионера осуществить гарантии, скажем так, той самой выручки от портовых сборов Росморпорта. То есть, если консессионер себя страхует с точки зрения своих коммерческих интересов как раз в части тарифа на перегрузку, то, скажем так, вот эта выручка Росморпорта в части портовых сборов, ее объем это, собственно, не гарантировано никоим образом. И вот, наверное, государство имеет право требовать с консессионера такого рода гарантии, а консессионер, в свою очередь, должен государству потребовать долгосрочных параметров регулирования этих тарифов на весь срок консессионного соглашения, что сейчас, в общем-то, ну, наверное, по аналогии с ЖКХ, что на весь срок консессионного соглашения эти тарифы, которые будут являться выручкой у личной стороны, были бы зафиксированы. И тогда достаточно прозрачная получалась бы схема возврата инвестиций в объекты федеральной собственности. Понял, спасибо большое. Если переходить и рассуждать про другие инструменты, которые могут, в принципе, применены в создании объекта портовой инфраструктуры и привлечения, в том числе, частного капитала и обеспечения наибольшей привлекательности, вот здесь я хотел поговорить как раз об инструменте инфраструктурной ипотеки. Вот есть такое понятие, да, которое было определено, и сам смысл функционирования инструмента, он был обозначен с одной стороны, вот, но пока что какого-то практического применения он, там, распространенного не имеет не то, что в портовом секторе, а в принципе, да, еще в наших различных секторах экономики. Вот здесь хотел бы у Романа Сергеевича узнать, вот, как, на ваш взгляд, какая перспектива применения такого инструмента в портовом секторе, что является, ну, скажем так, барьером сейчас, если есть такой вообще барьер в его применении. И видите ли вы, что на горизонте следующих пяти лет это, там, тоже может быть инструмент, который позволит привлекать и частный капитал, и, может быть, обеспечивать лучшую возвратность инвестиций для частного инвестора в именно создание портовых проектов, портовой инфраструктуры? Вы знаете, ну, инструмент инфраструктурной ипотеки, о нем говорят уже минимум 3-4 года, причем в том числе на самом высоком уровне и представители правительства, и президент Российской Федерации говорили о данном инструменте, но при этом, вот как ни странно, до сих пор этот инструмент не нашел никакой формализации. Я знаю о том, что идет достаточно живая дискуссия с участием Министерства экономики в отношении того, как именно он должен выглядеть, но пока никакого даже проекта документа его оформляющего нет. Говорят, что это будет некий кредит в создание соответствующего объекта инфраструктуры, гарантированный государством, или, еще есть еще одна версия, гарантированным специальным федеральным фондом, который будет создаваться в качестве внебюджетного фонда или в качестве отдельного бюджетного фонда, но с отдельным, так скажем, котлом, то есть котлом распределения, только допускающим распределение по тем направлениям, для которых этот фонд создается. И затем тот объект, который был создан в рамках таких вот обеспеченных кредитов, он передается, собственно говоря, конечному интересанту, инвестору, который, собственно говоря, его эксплуатирует и с течением времени выплачивает, возмещает тот самый кредит банку. Ну, это все выглядит, честно говоря, немножко странно и, так скажем, мягко говоря, дублирует уже существующие инструменты кредитования, с одной стороны, которые имеют в том числе и достаточно понятную классическую обеспеченность в рамках классической ипотеки, а с другой стороны дублирует инструмент государственных гарантий, которые также уже имеют место и предусмотрены в бюджетном кодексе, в бюджетном законодательстве. И в свое время, правда, все меньше последние там 3-4 года, но тем не менее ранее достаточно была солидная практика применения таких государственных гарантий. Поэтому зачем создавать новый и, самое главное, столь долго уже неоформленный инструмент, достаточно сложно себе представить. Ну, на самом деле, в принципе, он имеет, безусловно, право на жизнь, но если все-таки говорить именно про текущие проекты, а развивать, безусловно, экономику, прежде всего, по нашей с вами теме, в рамках портового сектора нужны действия сейчас, то мы как практики видим, что, конечно же, инвесторы основываются на существующих инструментах, они не планируют и не включают в финансовые модели или в проекты конституционных соглашений некие перспективные инструментарий, а говоря в пополнее опробированных классических вещах, таких как плата консидента, капитальный грант, конституционные соглашения, те же самые преференции, которые предоставлены в рамках свободного порта Владивосток, в рамках территории опережающего развития. Эти инструменты в совокупности, мы знаем несколько, по крайней мере, портовых проектов, которые используют их одновременно, они действительно позволяют привлечь инвесторов достаточно быстро и, что не менее важно, а может быть даже более важно, обеспечить банковское финансирование. Как раз вот при предыдущем обсуждении, которое у нас было минут 20 назад, по поводу того, как именно российские компании могут обеспечить привлечение столь большого объема инвестиций, необходимых для развития портового сектора. Но все-таки не нужно забывать про то, что если мы говорим про ГЧП, то вклад инвесторов, он не то что номинален, но он явно меньше, чем вклад банков, с одной стороны, и ожидаемый вклад государства. То есть, если мы говорим про спонсорские акционерные деньги, то это 20-30, иногда 10% от общего объема капитальных затрат. Поэтому, да, у российских инвесторов, у российских спонсоров, может быть, и нет соответствующего объема средств, но если у нас есть конституционное соглашение, предусматривающее государственные гарантии в договорном порядке, и при этом есть банк, который пошел в рамках этого конституционного соглашения, то мы уже говорим об обеспеченности финансовых потребностей проекта. А мы знаем, что ликвидность, в принципе, у крупнейших российских банков, у ВТБ, у Госпромбанка, у Внешэкономбанка, у Ябра, она есть. И здесь исключительно вопрос, как мы, на самом деле, всегда говорили, в том числе представители публичной власти, в проработанности проекта. Понял, спасибо большое. Вы затронули, кстати, тоже очень интересный вопрос, терроринструмент, который применяется, да, это территория с особым статусом, так называемый, да, это режим свободного порта, это режим территории, опережающей развитие или свободноэкономических зон. Вот здесь, Андрей Николаевич, хотел у Вас узнать в целом применение такого инструмента и развития. Сейчас вообще у нас существует три подобные зоны, да, где реализуется инвестпроекты. Вот как, на Ваш взгляд, насколько интересен и востребован этот инструмент с точки зрения привлечения частного капитала и насколько он может быть масштабируем в дальнейшем, на горизонте следующих пяти лет? Я кратко отвечу. Мы, если брать вот наши планы до 2024 года, увеличение мощностей на 350 миллионов, то Дальний Восток планируется увеличение на 130, то есть это порядка 40% от всех мощностей. Мне кажется, вот данный факт и то, что у нас сейчас, уже сейчас там реализуются крупнейшие проекты, это и реализация проекта «Восточная находка», и строительство угольного терминала в бухте «Мучка», и вот недавно мы подписали соглашение с компанией «Солерс» на развитие их контейнерного терминала. Вот все данные факты, мне кажется, говорят сами за себя, то есть механизм работает, инвесторы идут туда. То есть это механизм сейчас, который предполагается использовать больше для развития именно дальневосточного направления, или же есть еще локации, где планируется применять такой механизм? Я бы сказал, что эти механизмы работают, а применять их в других регионах, я, к сожалению, не могу это прокомментировать, но мне кажется, если они там работают, почему бы они не заработали и в других регионах. А вообще какие основные преимущества, скажем так, на Ваш взгляд, и в принципе закладываются в части таких механизмов с особыми зонами, что формирует привлекательность для инвесторов? Ну, это и прямое участие государства в реализации проектов, когда корпорация развития Дальнего Востока создает инфраструктуру для инвесторов, связанное прежде всего это энергоснабжение, водоснабжение, то есть инженерные сети, базовая инфраструктура. Это и различные налоговые льготы, которые предоставляются инвесторам в этих зонах, ну и участие государства в компенсации затрат инвесторов на обслуживание долга, кредитов и так далее. Спасибо. Илья Эдуардович, мы сейчас обсудили механизмы, в основном затрагивающие частный капитал, и каким образом можно обеспечить или улучшить возвратность частного капитала, возвратность инвестиций для частного капитала. Там причислили ряд механизмов. Но все же, когда мы говорим о том, что проект структурируется по схеме государственного частного партнерства, или даже проектного финансирования, проект портовый, он капиталоемкий, как правило, и в любом случае предполагается роль участия публичной стороны. Вот здесь какие основные механизмы, инструменты и меры поддержки таких проектов вообще в принципе закладываются в стратегию на следующие пять лет? Что планируется предоставлять основным образом для частных инвесторов с публичной стороны для того, чтобы можно было реализовать тот или иной инвестпроект? Стратегия непосредственно каким-нибудь, каким методом будет реализовываться проект, не закладываются. Я думаю, что это как раз правильно, потому что именно на фазе структурирования надо определять тот или иной вариант. А свою позицию я уже высказал вначале. Я считаю, что вариант концессии, как наиболее проработанный, имеющий уже опыт применения в Российской Федерации, он, с моей точки зрения, является приоритетным. Безусловно, другие проекты, которыми очень хорошо пользуется Росморпорт, они должны работать, и там у коллег хороший на этот тему опыт есть. Но я всё время говорю про большие проекты. Так получилось, что вот Росстрастный организм занимается действительно очень крупными проектами, там концессия является оптимальной, а ЧКИ, как инструментарий, ускоряющий процесс переговоров и вынос уже проекта на конечные решения, приоритетный внутри концессии. Моя позиция такая, кратко. С точки зрения структурирования концессии, вот те инструменты, которые потенциально инвестор может учитывать, допустим, в своей финансовой модели и обращаться к публичной стороне за поддержкой в виде капитального гранта, в виде каких-то субсидий, вот здесь вот какая есть… Понятно, что практика, она формируется, но, скажем так, какой-то акцент пока видится на следующую перспективу или же пока, условно, кейс-бай-кейс, проект за проектом, публичная сторона будет оценивать коммерческую привлекательность проекта и бюджетные эффекты для себя, и на основании этого будет принимать решение, каким механизмом или каким инструментом делать софинансирование этого проекта, да, там будет только капгрант или субсидия. Ну, смотрите, опять же, вот эти проекты, о которых мы говорим в портовой инфраструктуре, это же не сотни проектов, то есть это, если мы говорим про крупные проекты, которые должны принципиально изменить объемы перегвалки в российских портах. Это там 10, дай бог, проектов в ближайшей перспективе, ну, может быть, 20, вряд ли больше. Они могут все быть сделаны в достаточно ручном режиме, и поэтому навязывать, вот будем придерживаться вот именно такой стратегии или другой, наверное, тоже было бы неправильно. То, как строится работа, показывает, что в процессе подходы меняются, применять инвестиционный сбор, не применять, тоже выясняет уже в процессе уточнения параметров проекта. Наверное, важно, я бы хотел там с Павлом, которого хорошо, что позвали, потому что он всегда здоровый скепсис, помогает взбодрить, не соглашусь, что нам вообще нужны иностранные инвесторы в эти проекты. Это очень специфический бизнес, но профиль риска для иностранных инвесторов вообще непонятный. Да непонятный. Вот что поможет ему вытянуть проект или нет, он вообще даже предположить не может. И они это хорошо понимают. Вот когда мы структурировали Тамань, разговаривали со многими, там, и Дипи Волдом, и еще, ну, это такой абсолютно академический интерес, а что там у вас? То есть по итогу все равно нужно ориентироваться именно на наших инвесторов, которые имеют работу с банками и опыт главный, совершенно правильный. И есть возможность туда входить и потом иностранным инвесторам, совершенно понятные процедуры. А с точки зрения наличия ликвидности, разобраться на самом деле, куда там банкам сейчас деньги девать, там все равно нет упакованных проектов. Банки говорят, что деньги есть, только упакуйте проекты правильно. Поэтому задача частная, то есть, в принципе, публичной стороны все-таки наладить язык общения, понятный всем участникам, оттачивать, если так можно выразиться, те схемы, на которых уже натренировались, потому что тогда это сокращает и время, и делает процесс переговоров более понятным. И процесс тогда пойдет легче. А то, что запрос на инфраструктуру портовую есть, это тоже коллеги все уже одинаково совершенно сказали, он просто глобальный. Как раз переходя к практическому применению, структурению проекта, вы упомянули проект «Лавно», который, по сути, является первым проектом, реализуемым по механизму концессии. Здесь вы не могли бы в целом прокомментировать, в чем особенности этого проекта, какие были основные вызовы и упаковка его в текущем режиме, в котором он сейчас согласуется, и какие вообще следующие шаги после его согласования будут, ожидаются. То есть, в чем специфика проекта с точки зрения его структурирования сейчас? Расстрою вас. Никакой специфики нет. Обычные вопросы, решаемые в рамках такого крупного большого проекта. Решение проблем транспортной доступности – это то, что опять обсуждалось с коллегами, что должна быть взаимовязка. И это нашло отражение в концессионном соглашении. Обязательство государства обеспечить транспортную доступность. Все. Решение опять же есть. Я хочу сказать, что инструменты для того, чтобы проходить какие-то решения, они присутствуют в 115 ПЗ и в других законах, которые позволяют обеспечивать возвратный смысл и гарантировать ее на длительный период. Опять же, по поводу возвратности. Обсуждался активно вопрос инвестиционного сбора. Я даже не помню, чем закончилось. Коллеги, лучше. Он остался там по итогу? Да. То есть было доказано, что такой сбор нужен, чтобы покрыть затраты на создание акватории. То есть тоже, пожалуйста, реальное применение конкретного механизма. Если говорить про следующие шаги, мы очень рассчитываем, что в самое ближайшее время будет подписано распоряжение об утверждении кондиционного соглашения, потому что все процедуры предварительно пройдены, одобрения получены. Дальше будет процесс финансового закрытия. Ничего такого уникального нет. Просто очень важный и очень нужный проект, потому что все преимущества порта Мурманск, они известны и делают его практически уникальным для Российской Федерации. Свободный выход, защищенная акватория, незамерзающая и прочие-прочие глубины. Хорошо, я уже все сказал. Это нормальный совершенно проект, который идет, может быть, не так быстро, как мы рассчитывали, но при этом все объективные предпосылки для того, чтобы он закончился успешно, они есть. И все решения, которые внутри, они там присутствуют и показали служебоспособность. Понял. Адресую тогда следующий вопрос Андрея Борисовича, как тому, кто тоже был определенным образом причастен к формированию и структурированию проекта по Лавне. Вы хотели бы добавить какие-то ключевые особенности в части проекта, его значимости для Федерации и с точки зрения позиции инвестора, насколько изначальные интересы, которые были у инвестора, когда он приходил в этот проект, они отразились в финальном проекте конституционного соглашения, который получился по факту? Или же были какие-то… Наверное, с точки зрения важности для Российской Федерации, то, что он первый и, может быть, несмотря на то, что сказал Илья Эдуардович, все-таки в этом смысле уникальный, именно потому что он первый, вот поэтому он и важен для Российской Федерации, если он будет сейчас доведен не только до выпуска распоряжения, а еще и до практической реализации, будут то самое не только коммерческое, но и финансовое закрытие произведено, тогда действительно можно будет считать его пилотным и, может быть, даже частично тиражируемым. С точки зрения все-таки того, насколько интересы инвестора были отражены в финальной версии конституционного соглашения, все-таки, наверное, надо вопрос переадресовать коллеге Александру, как все-таки разработчику. Мы, в свою очередь, находились в этом проекте по разные стороны баррикад в какой-то степени, поэтому действительно этот проект, подготовленный инвесторам, потребовал достаточно активного, что ли, обсуждения и совмещения позиций с публичной и частной стороны. И вот после достаточно длительных, можно сказать, переговоров сейчас пришло вот к той версии конституционного конституционного соглашения, которое и прошло все этапы согласований до выпуска распоряжения. Так что, наверное, все-таки Александр. С удовольствием, да, Александр Владимирович адресует тогда продолжение вопроса. Ну, собственно, да, как коллеги говорили ранее, уже не существует одинаковых этаповых решений по конституционным проектам, и проект главный изначально структурировался как инвестиционный проект, реализуемый по инвестиционному соглашению с государством, по которому государство строит свои объекты, принимает на себя ряд ответственных, ряд перечней обязательств, не консессионер тогда еще, но частный инвестор должен был создать свой портовый терминал. Были разные источники финансирования бюджета, но наступил момент X, когда появилась целевая дата запуска терминала, и коллеги увидели рассинхрон в создании объектов, которые может обеспечить государство, и с сроками создания терминальной части морской. Собственно, это была точка соприкосновения, мы понимали, что к определенному сроку терминал должен заработать, надо было подставить определенное финансовое плечо в моменте государства в создании его объектов. Это как раз я уже возвращаюсь к самому началу своего выступления, о том, что вот эти три пазла надо было складывать, грузы были, места для реализации порта было, но не было транспортных подходов. Надо было решать вопрос, как увязать создание подъездной инфраструктуры, это довольно существенный капец по железной дороге, которая уже сейчас строится, как этим может помочь государству частная сторона, но, естественно, помочь, не хотелось бы говорить не бесплатно, но с защитой своих интересов. То есть была проведена довольно большая работа с точки зрения работы с конституционным законодательством, возможности интеграции в проект на существующих механизмов, именно на того перечне синхронизации создания объектов, распределения рисков компенсации при расторжении, которые нам с Андреем Борисовичем месяца за три, наверное, путем сложных переговоров удалось согласовать и найти компромиссный вариант, с которым согласились стороны, как государство, так и частная сторона. Я не хочу сказать, что здесь применялись какие-то там запредельные пожелания концессионера с точки зрения гарантии своих инвестиций. Все распределялось с точки зрения здравого смысла, логики и обязательства, которые бы принимались сторонами ранее, то, что может позволить сделать концессионное соглашение, ни о какой дополнительной нагрузке на государство в формате минимального гарантированного дохода по трафику или почему-то еще здесь не принималось, потому что мы понимали, что это, собственно, коммерческий риск порта, который создается. Да, концессионер взял на себя дополнительную нагрузку, снизив обязательства государства по созданию именно гидротехнических сооружений, ну, это акватория порта и все необходимые в связи с этим оборудование, которое окупается за счет пресловутого инвестиционного сбора, который нами был посчитан и заложен в финансовую модель, которую мы согласовали с государством, исходя из тех предпосылок, которые были. И, соответственно, не небольшой, но, тем не менее, поддержки за счет операционной деятельности терминала, создания вот этих новоглубительных объектов. Это было полностью снято с государства, проект полегчал, может быть, не настолько значительно с точки зрения общего капекса развития Мурманского транспортного узла, который государство на себя приняло, но в части конкретной ветки и конкретного направления развития данного терминала это было сделано. Ну и, собственно, была интегрирована в концессионную модель возможность концессионеру в моменте предоставлять финансирование, которое будет гарантировано государством на создание объектов, необходимых для обеспечения транспортной доступности сейчас, с возможностью компенсации этих расходов впоследствии. Ну, собственно, не знаю, называть это ипотекой, и рассрочкой, как угодно можно, но это все было сделано на методике анализа концессионного законодательства, возможности их применения, поиска наиболее удобных форм. Тем не менее, проект в высокой степени, даже, наверное, уже не готовности, а подготовки к запуску, мы уже начинаем вопросы проработки финансового закрытия. Отлично, понял, спасибо большое. Я хотел как раз у Андрея Николаевича уточнить, как раз все эти проекты главное, и вот такой особенности, что госкомпании входят в капитал СПК, да, там это ГТЛК в Лавне, это РЖД в Суходоле, насколько это является вообще вектором и трендом с точки зрения развития рынка, там, далее, и если это, как бы, единичная история, хорошо, а если это действительно такое вот системное решение, которое будет применяться в дальнейшем, то чем оно обусловлено, скажем так? Ну, это, я бы не назвал, системное решение, но действительно вектор продолжится. Возьмем такой крупный проект, как Тамань, то сейчас управляющая компания, которая этот проект, так скажем, ведет, РМП Тамань, является стопроцентной дочерней структурой Росморпорта. Соответственно, естественно, мы работаем над тем, чтобы привлечь туда стратегического партнера или партнеров. Что дает участие государство? Ну, прежде всего, мне кажется, государственных компаний, мне кажется, это большее доверие со стороны частных инвесторов, которые в последующем будут оперировать непосредственно терминалами. То есть, когда они видят, что нет какого-то одного, так называем, кооптивного участника проекта, который компания опасается, что который начнет сугубо свою продукцию переваливать, то они как-то больше доверяют этому проекту и относятся к нему более лояльно. То есть, наше участие, участие ГТЛК в проекте, мне кажется, оно создает больше интереса именно для частных инвесторов. А это будет применимо, ну, скажем так, по какому принципу тогда будет происходить вот это вхождение в капитал? То есть, это обуславливается, ну, скажем так, совсем масштабными проектами, да, как, например, Тамань, и понятна и роль, и ценность вхождения, да, там, публичной стороны в капитал, как вы сказали, да, обеспечить, там, такую вот арбитражную, может быть, с одной стороны функцию, да, там, с другой якорной. Вот, а далее, то есть, по какому принципу вы будете смотреть и дальше принимать решение по, скажем так, вхождению вот таких вот проектов? Ну, решение как раз было принято в отношении таких крупных проектов в Гриншилл. Там, где проекты небольшие, там, как правило, и концессия это не применяется, там применяется тот механизм, который, вот, мы используем, институтно-подрядная модель. Здесь же, если говорить о Тамане, ну, нужно было кому-то взять, так скажем, флаг и этот проект двигать дальше. Вот, ну, у ГТЛК это получилось, вот, они уже находятся в правительстве. По Тамане мы ждем решения правительства по организационной финансовой модели, вот, я надеюсь, в ближайшее время. Вот, поэтому, если говорить о мелких проектах, то либо там, мне кажется, будет сугубо частный инициатор, либо это будет не концессия. Понял, спасибо. Продолжая тему структурирования, практического применения структурирования проектов, Сергей Викторович, я тогда хотел поговорить по поводу Порта Архангельска, да, вот, здесь есть ли какие-то особенности в части структурирования данного проекта, вот, что, какие задачи в целом пришлось решить, да, там, со стороны публичной и частной, в рамках подготовки проекта, да, и какие вообще дальнейшие шаги, вот, ожидаются в части реализации его? – Такой объемный вопрос. Ну, мы, на самом деле, еще решаем ряд моментов, находимся в постоянном диалоге с публичной стороной. Проект представляется, проект – это создание современной портовой инфраструктуры в акватории морского порта Архангельск, но удаленной от устьевой зоны. Проект называется ГРМПА, глубоководный район морского порта Архангельска, то есть это создание большого комплекса портовой инфраструктуры, включающей в себя шесть терминалов, подъездные, железнодорожные, автомобильные пути акватории, подходного канала и так далее. Инициатором проекта выступает регион. Мы подготовили декларацию о намерениях в инвестирование и согласовали ее с Росморричфлотом, с рядом отлагательных условий. И в настоящее время ведется работа по включению проекта в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. Мы в списке, который рекомендован к включению, но пока не попали финальную версию для обсуждения. Что касается структурирования проекта, как я уже говорил, в нашем проекте предполагается большое количество участников, и мы эту работу ведем, в том числе и с юристами. Много открытых вопросов и на оперативном уровне. Я бы обозначил, наверное, ряд открытых вопросов, которые у нас сейчас существуют. Они уже звучали, на самом деле, просто резюмирую. Первое – это как раз синхронизация различных компонентов проекта. В первую очередь, подъездные пути и создание гидротехнических объектов, связанных с дноуглублением. Второе – это вопросы тарифа образования и некие гарантии поддержания их на определенном уровне, которые могли бы позволить частному инвестору, частной стороне, обеспечивать необходимый уровень доходности. Концессия – это проект длительный, продолжительный, и этот вопрос очень серьезный, на самом деле. Что касается оперативных моментов текущей деятельности, это вопросы обеспечения безопасности судоходства, вопросы о взаимодействии с Росморквортом, потому что кондиционер, скорее всего, не сможет, просто не имея достаточного опыта, да ему никто и не даст обеспечивать эти вопросы. Вопрос с эксплуатацией вновь создаваемых объектов. Также варианты возможности применения инфраструктурной ипотеки. Мы сегодня много об этом говорили, но, мне кажется, здесь присутствующих мало кто сможет сформулировать в трех тезисах, что такое инфраструктурная ипотека. А если никакую сущность нельзя описать, простыми словами, видимо, ее пока не существует, скорее всего. Вкратце, вот основные открытые вопросы, над которыми мы продолжаем работать сейчас. То есть Вы рассматриваете применение таких инструментов как возможность применения, как инфраструктурная ипотека в том числе, и закладывается ли это непосредственно в финансовую модель проекта для частного? В текущей финансовой модели, которая на обсуждение как раз в органах и власти, такого инструмента пока нет, мы только подступаемся к этому. Хотели бы, может быть, поподробнее ознакомиться с опытом коллег из Молынского транспортного узла? Я понял. У нас с точки зрения хронометража остается буквально несколько минут. Я бы хотел, пользуясь возможностью такого представительного состава участников, которые у нас сегодня здесь, дать возможность задать несколько вопросов из зала. вопросов, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы по тематике, которую мы сегодня обсудили, вообще в принципе по моделям привлечения частного капитала и перспектив развития и вектор развития сектора портовой инфраструктуры на горизонте следующих пяти лет, пожалуйста, поднимите руку, мы передадим микрофон. Добрый день, Андрей Николаевич. Челябинская область, прошу прощения, никакого отношения к портам в настоящее время не имею, но участвовал как раз с Росморпортом и господином Гудковым и компанией PVC в структурировании проекта РМП «Тамань». И вот сейчас вот слышу с большим сожалению, что к 18-му году, с 13-го, так и не удалось утвердить организационно-правовую модель, которая была там три варианта предложена коллегами с PVC и очень надеялся я, что он перейдет в стадию реализации. И вот по какой причине, так скажем, сейчас концессия, я так понимаю, не рассматривается как возможный вариант либо проектное финансирование, либо что-то еще будет? Нет, как раз концессия рассматривается как основной вариант. Именно данная модель предложена в правительство. Были вопросы, связанные с синхронизацией строительства портов и инфраструктуры и подходов, провезет ли железная дорога, вот как раз то, о чем мы говорили. Ну, теперь у нас это понимание есть, разработана, утверждена правительством дорожная карта, там четко структурированы сроки, когда и что вводится. Вот. Ну, соответственно, мы вот в ближайшее время ждем утверждения этой организационной модели, чтобы в дальнейшем уже начать реализацию. Ну, плюс там были некоторые моменты, связанные с… Сейчас приступили к корректировке проектной документации. Связано это с тем, что на территории, предполагаемой территории порта, ну, есть некоторые земельные участки, которые принадлежат третьей стороне и которые нужно из проекта, соответственно, исключить. Вот. Ну, это, естественно, повлияет и на финансовую модель. То есть, вот, собственно, вот эти вот моменты, они приостановили. Большое спасибо. Да. Вопрос к господину Болдыревну, ну, может быть, и к другим участникам. Вопрос следующий. По поводу развития магистральной инфраструктуры 2014 года. Не могли бы Вы в двух словах сказать, на ком лежит основное бремя ответственности по формированию этого списка проектов. То есть, это Минтранс, Минэк, Минпромтранс, Минпромторг. То есть, кто вообще этим занимается, вот какой механизм вхождения. И, может быть, тоже еще вопрос с догонку. По поводу списка Белоусова. Там тоже, насколько я знаю, речь идет о формировании списка инфраструктурных проектов. Вот, если можно, два слова еще. В отношении формирования магистрального плана, то, повторюсь, магистральный план формируется на основе задач, поставленных в указе президента. Там есть задача увеличения, значит, мощностей морских портов по бассейнам, развития северного морского пути. Ну, и, соответственно, то, что касается того, о чем мы сегодня говорим, увеличение морских портов, формирует план, предложение в план формируется Росморричфлотом, совместно с коллегами из Ространсмодернизации, вот, совместно с инвесторами. Вот, то есть за формирование отвечает Росморричфлот, предложение, да. Потом эти предложения, соответственно, анализируются Минтрансом, проходит там фильтр аналитического центра при правительстве, вот, и уже Минэком подаются в правительство. Вот, ну, а кто ответственный за реализацию, если говорить, то, конечно, здесь прежде всего на инвесторов. То есть первая скрипка у инвесторов, потому что большинство проектов, которые там инициированы, это инициировано нечастными инвесторами. Вот, по поводу списка Белоусова, ну, при формировании плана, вот, этот список никоим образом не учитывался, вот, и, ну, по крайней мере, Росморрпорту про то, какие проекты возможно финансировать вот из лишних доходов инфраструктурных компаний, которые обнаружили, ну, я ничего не смогу сказать. То есть никакой корреляции между этими документами? Нет, нет никакой корреляции, почему? Потому что, когда мы формировали список проектов, мы понимали, какие источники, кто будет их финансировать. Ну, естественно, вот, на тот список мы не смотрели. Большое спасибо. Я тогда буду резюмировать нашу сегодняшнюю дискуссию. Я хочу поблагодарить всех наших участников за сегодняшнее выступление и такие ценные комментарии, которые они давали по тематике нашей дискуссии. В целом, если подвести итог и сказать, что видится на горизонте следующих пяти лет, что востребованность портовой инфраструктуры, она сохраняется, да, там, как минимум 30% прироста мощностей, мы ожидаем, можно ожидать по воду на горизонте следующих пяти лет. Также понимаем, что акцент с точки зрения участия и драйвера этого процесса, да, будет смещаться в сторону частного капитала, как это происходило как минимум последние три года. И здесь такие инструменты, как проектное финансирование и структурирование проектов в виде концессии ЧКИ будут являться пока что основными ключевыми элементами для таких проектов. И в части дополнительных инструментов, о которых мы сегодня поговорили, да, понимаем, что сейчас мы, наверное, еще пока находимся, наверное, на первой базовой еще стадии формирования вообще таких инструментов, вот, и практики их практического применения, собственно, так же, как и механизм КЧП, как таковой, да, мы обсудили сегодня проект главную, как первый знаковый проект. Но точно совершенно можно рассчитывать на то, что на горизонте следующих пяти лет оболочка этих инструментов, она точно должна быть сформирована и уже в надежде на то, что она будет находить свое практическое применение и отражение в частях структурирования проектов и реализации. Большое всем спасибо за дискуссию. Спасибо. 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 Спасибо.